Разоблачение. После материала дорожного контроля о том, как полиция города Киева незаконно применила газ к водителю БМВ, сегодня МВД Украины распространила запись с камер патрульных, которые задерживали водителя. И как заявил глава прислужбы МВД Артём Шевченко на своей страничке в Фейсбуке, на руле у водителя был российский флаг, и оказывается это пророссийский сепаратист. И мы его так классно задержали. Смотрите, что написал Артём Шевченко на своей страничке. Вот водитель негодяй, оказывается у него российский флаг, смотрите, он даже повесил его себе на руль. Ах, какой негодяй, ах, какой преступник. Эту новость сразу же подхватили средства массовой информации Украины, а именно Эспрессо, канал 24, и распространили, собственно, с такими же заголовками статьи на своих сайтах. Полиция города Киева задержала водителя с российским флагом. Безусловно, это должно вызвать массовый негатив украинцев. Но внимательные зрители, внимательные читатели заявили, что это никакой не российский флаг, это символика BMW, а именно M-серии, спортивной линейки BMW. И нет ничего удивительного в том, что такая же символика размещена на руле автомобиля BMW-водителя. Облажавшись, Артем Шевченко сразу же заявил, что, ну, может быть, это и символика BMW, но в отличие от символики BMW, где есть полоска бело-голубая, у водителя белая полоска, потому это никакая не символика BMW, это все-таки российский флаг. Или все-таки флаг ЛНР, потому, безусловно, этот водитель сепаратист. Вы знаете, в своем желании бороться против дорожного контроля, доказать как-то наши какие-то незаконные действия, законные действия полиции, МВД Украины во главе Шевченко, Антоном Геращенко, Арсеном Аваковым, уже доходит до полного маразма. И теперь все водители, которые задерживаются с незаконным применением газа, и в случае, если дорожный контроль оспаривает такие действия полиции, они будут признаваться в Украине сепаратистами, а водители BMW вообще российскими террористами.